Говорит Черкесск Здравствуйте! В студии с информационным выпуском у Мартикиев. Коротко о некоторых темах. Правительство России выделило 54 регионам страны, в том числе и нашей республики, средства на компенсацию расходов для приобретения оборудования отдельным категориям граждан. Карачаево-Черкесия получит около 20 миллионов рублей на поддержку и развитие событийного туризма. Во всех городах и районах республики прошли благотворительные концерты в поддержку военнослужащих, участников специальной военной операции. И в Донбайе прошла Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России-2023», которая объединила 250 профессионалов и любителей. А теперь об этих и других темах подробнее. Правительство России выделило 54 регионам средства на компенсацию расходов для приобретения оборудования отдельным категориям граждан. Размер субсидий, которые компенсируют высокую стоимость необходимого оборудования для подключения газораспределительным сетям, составит не менее 100 тысяч рублей. Субсидии, прежде всего, рассчитаны на следующие категории граждан. Участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и семьи с низким доходом. Карачаево-Черкесия также вошла в число тех регионов, которые получили дополнительные средства на реализацию программы социальной газификации. Карачаево-Черкесия получит 19 миллионов 800 тысяч рублей на поддержку и развитие событийного туризма. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства страны. Всего финансирование получат 36 регионов в общем объеме 638 миллионов рублей. Полученные средства будут направлены на организацию фестивалей, праздников и спортивных мероприятий, которые привлекают участников и зрителей со всей страны. Зарегистрировать статус индивидуального предпринимателя или юридического лица можно без посещения налогового органа и уплаты госпошлины в многофункциональном центре. Информацию комментирует начальник отдела регистрации учета налогоплательщиков номер 1 Управления Федеральной налоговой службы России по Карачаево-Черкесии Эмилия Тимирезова. Подавая документы на государственную регистрацию через многофункциональные центры, вы экономите от 160 до 4000 рублей в зависимости от вида регистрации. Госпошина не требуется, когда документы направляются в электронном виде на регистрацию юридических лиц, изменения вносимых учрительные документы юридических лиц, также на регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, регистрацию прекращения физическими лицами деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, кроме регистрации и ликвидации юридических лиц, а именно политических партий, их региональных отделений, общероссийских общественных организаций, инвалидов и их структурных подразделений. Результат государственной регистрации заявитель получает удобным для него способом – лично в отделении многофункционального центра, а также на адрес электронной почты. Напомним, что есть и другие способы регистрации бизнеса без посещения налогового органа. Например, при наличии у заявителя усиленной квалифицированной электронной подписи можно направить документы в электронном формате в налоговый орган через сервис государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на сайте Федеральной налоговой службы налог.gov.ru. В этом случае государственная пошлина также не оплачивается. Во всех городах и районах Карачаева Черкесии прошли благотворительные концерты в поддержку военнослужащих участников специальной военной операции в рамках акции «Мы вместе», организованной Едином Республиканским штабом при главе Карачаева Черкесии по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей. Для жителей выступили солисты, вокальные и хореографические коллективы республики. Все средства, вырученные от проведения концертов, будут направлены в помощь военнослужащим и мобилизованным воинам, которые сейчас выполняют боевые задачи на Украине. В Карачаево Черкесии заработало региональное отделение Комитета семей воинов Отечества. Инициативу создания этой всероссийской общественной организации лично поддержал президент страны Владимир Путин на встрече с матерями участников СВО. Комитет активно включился в работу по оказанию различной общественной помощи в рамках объявленной частичной мобилизации. Поддержка и сопровождение семей военнослужащих, участвующих в СВО – одно из важных направлений в деятельности Комитета. Региональный Комитет семей воинов Отечества в Карачаево Черкесии возглавила Айда Анушко, чей супруг погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Может быть, немножко тяжелее было в самом начале, потому что у меня муж погиб на спецоперации. Сейчас, на данный момент, это для меня как отдушина. Я хочу помочь. Я вижу в себе силу. Сейчас каждый находящийся на спецоперации боец – это мне как брат старший, младший. Я за каждого так же переживаю, как и переживала без своего супруга. Благодаря соглашению между Министерством просвещения Российской Федерации и правительством Карачаево Черкесии по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в ауле Адыге Хабаль дан старт строительству новой школы, рассчитанной на 600 учеников. После демонтажа старого аварийного здания до военной постройки в ауле ударными темпами начнется строительство новой современной и главной безопасной школы. Об этом рассказала директор средней школы Аула Белла Кохова. Такая необходимость была, потому что северная сторона трещина там была большая. В общем, опасность была для здоровья детей и вообще безопасность. Очень большая была, что возможно и обрушение потолка, потому что там не бетонное перекрытие, а дранка. И поэтому стал вопрос о том, чтобы построить новую школу. Я очень рада, что нас поддержал наш глава республики. В картинной галерее Черкеска в эти дни проходит выставка работ художника-скульптора, члена Союза художников России, народного художника Карачаева Черкесии Магомеда Хабичева. В этом году ему исполняется 70 лет. На выставке представлены работы, выполненные в разных жанрах, включая графику, живописи и скульптуру. Скульпта предпочитает работать с камнем, деревом, занимается ковкой, литьем, использует сварные конструкции из металла. Творчество Магомеда Исмаиловича по праву считается новым этапом в развитии национальной культуры и искусства, рассказала доктор филологических наук Фатима Иркенова. Я горжусь им тем, что мне восполняет мою душу и сердце, мои мировоззрения, гордое за то, что у нас есть сын такой карачаевского народа. Потому что за 14 лет, как никто, как карачаевцы, знает, что значит потерять родину, скульптуру, язык, всю духовную часть направления, все, что принадлежало карачаевскому народу. И вот мы возвращаемся, и он в это направление поднимает на такую высоту. Старшее поколение карачаевы Черкесии может принять участие в вебинарах по финансовой грамотности Банка России. Весенняя сессия продлится до 21 апреля текущего года. Обучение проходит в форме бесплатных дистанционных занятий, на которых лекторами выступают эксперты финансового рынка. Представители старшего поколения узнают, как использовать современные онлайн-технологии, какие правила нужно соблюдать, чтобы не попасться на уловки мошенников, а также научатся выбирать выгодные финансовые инструменты. Осторожно! Новая мошенническая схема с QR-кодами. Мошенники стали размещать коды в общественных местах. При переходе на них они обещают гражданам социальные выплаты. Сканирование QR-кода приводит к переходу в чат-бот, в мессенджеры, где утверждается, что гражданину положена выплата. Далее под видом оформления выплаты мошенники запрашивают личные и финансовые данные, которые используются для кражи денег с карты. При обнаружении информации о выплатах или других выгодных предложениях сначала нужно собрать детальную информацию, позвонить ответственным службам и получить консультацию. Аудиолекции Банка России по финансовой грамотности впервые зазвучали на национальных языках Карачаева-Черкесии. Все материалы размещены в специально созданном разделе на официальном сайте ГТРК Карачаева-Черкесия. Информацию комментирует заведующий сектором отделения Банка России по Карачаевой-Черкесии Индира Алботова. Как уберечь свои деньги от мошенников, выбрать кредит и правильно рассчитать свои силы? Что делать, если у вас украли банковскую карту? Полезную информацию по этим и другим темам теперь можно прослушать на карачаевском, черкесском, абазинском и нагайском языках. Перевод аудиолекции «Национальные языки» – это совместный проект регионального отделения Банка России и телерадиокомпании ГТРК Карачаева-Черкесии. Незаконный лов форели. Представитель пограничного управления ФСБ России по Карачаевой-Черкесии Егор Шматков. Пограничное управление напоминает веществам и жителям региона, что правило рыболовства на объектах рыбогазейственного значения республики регламентированным приказом Министерства телевизионного хозяйства о подтверждении правил рыболовства для зоочернородского рыбогазейственного бассейна. За неисполнение российского законодательства в сфере охраны водных и биологических ресурсов предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. В России на законодательном уровне могут запретить вейпы. Причин несколько и в первую очередь рост несчастных случаев при использовании испарителей. Чем же опасны это новомодное средство, якобы помогающее избавиться от курения? Информацию комментирует медицинский психолог республиканского наркологического диспансера Инна Лобанова. Производители альтернативных способов курения, они утверждают, что это более безопасный вариант, что якобы есть жидкости, в которых нет никотина, например. Ну и что, например, с помощью вейпов или электронных сигарет можно даже бросить курить. Почему, конечно, сейчас вот так активно озаботились этой проблемой, в частности, в Госдуме Российской Федерации? Потому что очень много различных случаев серьезных, которые возникают непосредственно на фоне использования вейпов и электронных сигарет. Случаи разные, то есть то, что касается, допустим, травмоопасности, да, то есть вейпы взрываются очень часто за счет того, что многие эти конструкции, сами эти жидкости, они на сегодняшний день чаще всего приезжают к нам из стран Азии и, соответственно, не досматриваются. Прокуратура Карачаева-Черкесии направила в суд уголовное дело в отношении водителя, по вине которого погиб человек. Комментирует информацию старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Дармаграева. По версии следствия, 5 августа 2022 года водитель автомобиля ГАЗ-2705 на 6-м километре федеральной автомобильной дороги подъезд к МЦО «Архыс», не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2108. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных телесных повреждений погиб водитель встречного автомобиля. Тяжкий вред здоровью причинен пассажиру, находившемуся в столоне машины, виновника дорожно-транспортного происшествия. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Карачаевский районный суд для рассмотрения по существу. Российский сервис бронирования отелей и квартир Твилл.ру проанализировал заявки и выяснил, куда жители хотят совершать семейные путешествия этой весной. Архыз в десятке популярных направлений для семейного отдыха в марте. В Донбайе прошла всероссийская лыжная гонка «Лыжня России-2023», которая объединила 250 профессионалов и любителей всех тех, кто неравнодушен к лыжам, здоровому и активному отдыху. Причем как совсем юных, так и уже в солидном возрасте – от 6 до 80 лет. Каждый год на старт выходят более 500 тысяч человек из более чем 70 субъектов страны. Карачаева Черкесия стала единственным субъектом в СКФО участником всероссийских соревнований. В Волгограде прошло открытое первенство города по волейболу среди девушек для 2010 года рождения, посвященное 80-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Наши девочки завоевали бронзовые медали. Радио России. Карачаева Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по Карачаевой Черкесии ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. В горах порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха минус 2, плюс 3. В горах местами до минус 9. На дорогах гололедится. В горах Карачаевой Черкесии лавина опасна. В Черкесии без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Утром на дорогах местами гололедится. А с тодых термометр поднимется до 2 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил в марте Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok